Привет, друзья! Меня зовут Лида, и вы на канале Аглая Марс. Ох, долгожданное видео! Что тут можно сказать? Во-первых, это слепые затесты. Вы обожаете слепые затесты. И второе, у меня просто взорванный комментарий в моей творческой студии со словами Лида. Когда бюджетка Лида? Когда шейки Лида? Когда это всё? Вот, этот день настал, друзья мои. Спасибо огромное моей дорогой подписчице, моему парфюмерному другу Юленьке, потому что, вот сейчас приготовились, она прислала мне 35 фиолог со слепыми затестами и разделила их на 4 части, поэтому в ближайшее время на моём канале будет 4, это 3, 4 части слепых затестов с офигенной бюджетной парфюмерией. Погнали! Но прежде чем мы начнём, я хочу вам пожаловаться. На днях я записала видео «Парфюмерный тег». Оно мне очень понравилось по свету, по картинке, вообще по всему, по содержанию тем более. И что вы думаете? Как правило, я снимаю пробные дубли и потом их удаляю. И в этот день я снимала 3 видео, и, видимо, я настолько замоталась вообще, что я удалила эти пробные дубли вместе с этим видео и удалила его даже из корзины, друзья мои. А ведь я столько сил вложила в это видео, в общем-то. Поэтому это видео точно заслуживает ваших лайков, просмотров, комментариев и вообще всего того, что прольёт бальзам на мой душ. А ещё цените, пожалуйста, какой классный сегодня фон, и я зажгла специально для вас свечи. В общем, у нас такой осенний вайп, уютный, домашний. Надеюсь, вы его тоже почувствуете. Сегодня у нас в меню 8 бюджетных ароматов. Юля мне приготовила вот такие вот замечательные блоттеры, вы представляете? Вот это вот, да. Сегодня снова всё по-взрослому. Посмотрите, какие они классные, они такие красивые. Вообще, говоря по секрету, посылку я получила только сегодня. Но я решила, что если я всё это буду разнашивать, то это видео, оно никогда не состоится просто. Итак, я уже нанесла первый аромат. Что-то маловато как-то. Я вообще ничего не понимаю. Хотя я специально перед съёмкой видео не душилась, ничего не нюхала, не слушала. Но что-то как-то это очень слабенько. Прям очень слабенько. Что-то такое. Это бюджетка бюджетная прям. Это что-то такое прям очень-очень дешёвенькое. Очень простецкое. Слушайте, давайте на кожу. То есть блоттеры что-то вообще не прослушиваются. Может быть, в этом дело, я не знаю. Но что-то прям как-то... Вообще ничего не понятно. Слушайте, ну, вообще аромат очень-очень слабый. Вообще не выраженный совершенно. Но я бы сказала, что это какая-то фруктовая песня. Какая-то такая фрутинка, фрутинка, фрутинка. Вообще такая, знаете, даже прям детская-детская-детская водичка. Вообще линейная страшно. Старт у неё чисто фруктовый. Слушайте, какие-то яблоки. Это яблоки какие-то. Как же сложно его слушать, я вообще его не понимаю. Юля, прости, может быть, он классный для тебя. Но я вообще его не слышу, как будто бы вообще. Ну, на старте, короче говоря, это как какие-то яблоки, мне кажется. Вот. Какие-то яблоки. Надо побольше, наверное, налить. Какие-то очень-очень... Слушайте, я прям много налила. Потому что я вообще ничего не понимаю. Какие-то очень-очень-очень сладкие яблоки. С какими-то специями. Очень спиртовой старт. Вот я даже сейчас, когда побольше его нанесла, я понимаю, что я слышу один спирт. Яблочки сладкие. Специи. Мускусная подложка какая-то такая. Бюджетная очень. Но это не, не сказать, это не свежак. Это такая, знаете, фруктово-мускусная история. На тёплой подложке. Мне вот кажется, что эти фрукты просто на какой-то тёплой подложке. Поэтому кажется, что вот это яблоко или, может, это груша. Кстати, может быть, это игруша. Может быть, это игруша такая, да. Ну, либо это яблоко на тёплой подложке ванильной. Что-то такое? Ну, как-то вообще ни о чем. Блин. Честно говоря, вообще. Вообще. Даже странно. Не знаю. Надеюсь, что это не нос меня подводит, а просто какой-то такой странный аромат. Я вообще не знаю, что про него можно сказать. Фрукты свежие на мягкой специи у ванильной подложки. Давайте посмотрим, что это такое. Так, первый ответ. Хорошее, да, начало? Мне уже нравится. Так, первый ответ. Sergio Nero, Vanilla Peony. По рекомендации блогера. И смайлик, лол. Интересно, какого блогера? У меня этого аромата точно никогда не было. Верхние ноты. Яблоко. Ёлки-палки. Яблоко, черная смородина, апельсин, лимон. Ну, короче, это какие-то собирательные реально фрукты, но всех больше это яблоко, безусловно. Средние ноты. Пион, роза, египетский, жасмин. Я вообще не слышу здесь никаких цветов. Не знаю. Может быть, вот эту какую-то свежинку такую вот придает, какой-нибудь пион. Но это все настолько посредственно, честно говоря. База-то что, база? Ваниль, сандал, мускус, серая, амбра. Ну, это ванильная подложка. Но вы понимаете, здесь все какими-то полутонами, какими-то... Слушайте, вот сейчас он посидел на блотере, и как будто бы, да, пиончик стал проявляться. Если бы я чуть-чуть дольше подождала, я бы, наверное, услышала, что здесь был этот пион. А может быть и нет, потому что, ну, настолько все акварельно. Настолько все под эту сурдинку. То есть, вот какая-то такая вот песня вообще очень акварельная. Не знаю. Мне не понравился этот аромат, честно говоря. Что-то я вообще не поняла прикола. Не советую. Ну, опять-таки, потому что, ну, это прям... Я не знаю, Sergio Nero это вообще классный бренд. Мне Sergio Nero нравится. У них есть обалденные ароматы. Особенно серия Desire. Desire Dream. Это такая своеобразная реплика на Lentardy Givenchy. И многие девчата по моей наводке покупали и писали мне благодарности. Но вот эта песня... Я не знаю, что это за серия. В общем, посмотрю потом, когда буду монтировать видео, что это за серия. Но что-то прям совсем плохо. Аромат номер два. И берем второй блотер. Как удобно все Юлечка сделала. Огромное ей спасибо. Так, наносим. О, это мужская песня. Мужская. О, я люблю такое очень. Это очень красиво. Это фужер. Это очень красиво. Кто со мной давно, ну или недавно, неважно. Я обожаю мужские фужеры. Я спокойно отношусь к тому, когда женщины носят мужские ароматы. Я люблю вообще этот профиль очень. Я вносила такое. Это лаванда. Это лаванда. Это красивая фужеристая лаванда. Это можжевельник. Это какие-то, может быть, ну, я бы не сказала, нет, не мхи. Но это что-то такое очень, такое глубокое и в то же время очень природное звучание. Очень-очень маскулинное, очень классное. Вообще даже, знаете, возможно, это какой-то классический классный мужской аромат. Потому что у него прям такой классический, классический профиль. Лаванда прям вот впервые всех. Мне кажется, она просто в старте. Лаванда. Какие-то благородные породы дерева. Кедр сто процентов есть. Вот мой любимый кедр. Такая почулистая, классная, благородная база. Вот здесь, скорее всего, вообще классный аромат. Девочки, бомба. Это какая-то, наверное, шанельщина классическая мужская, мне кажется. Это прям классно сделано. И это, скорее всего, шейк. Потому что шейки делают хорошо некоторые мужские ароматы. Юленька присылала мне какие-то мужские в шейке. Потому что если это, ну, это очевидно копия. Это какая-то классная копия шейковская, скорее всего. Да, это какая-то, короче, классика мужская. Мне кажется, это либо диоровщина, либо шанельщина. Давайте посмотрим. Прям лаванда. Супер аромат. Так, аромат номер два. Что это у нас такое? Слушайте, нет, это трусарди. Шейк двести... Ну, шейк. Я же говорю, это шейк. Шейк двести пятьдесят три. Трусарди. Уома трусарди. Итак, верхние ноты. Альдегиды. Ягоды, можжевельника. Лаванда. Вот все так. Базилик, тмин, бергамот, майоран. Смотрите, специй сколько. Он такой вот, знаете, очень... Это даже не сказать, что он какой-то специевый. Он просто такой очень-очень свежий, какой-то очень природный, очень благородный. Это аромат классного мужика, у которого есть чувство стиля. Он очень уверенный в себе. Вот. Слушайте, я обожаю, когда так пахнут мужчины. У моего мужа есть аромат Versace Dillon Blue. Вот мне кажется, они одного какого-то направления. Мой муж любит такие ароматы. Значит, средние ноты. Мед, гвоздика, корица, корень ириса, ветивер, белый кедр, роза. Ветивер вообще не услышала, услышала только кедр. Это благородные какие-то вещи. Это фужеристая лаванда такая вот, да. Это фужер. Базовые ноты. Лабданом кожевого ботанка почули мускус дубовой ноты, да. Дубовый мох, прошу прощения. Да, все так. Слушайте, он очень крутой. Он очень классный. Вот очень здорово слышится здесь лаванда. Вот я просто обожаю лаванду именно такую. Такую вот фужеристом обрамлении, что-нибудь такое, знаете, с можжевельником, с ветивером, с кедром. Девчонки, возьмите на заметку. Кстати, все будет в описании прописано. Все наименования, номера и так далее. Возьмите на заметку. Это прям, ну, это классный вариант для мужчины. Мне кажется, очень универсальный аромат. Можно подарить старшему родственнику, вот, то есть, что-то такое. Прям, слушайте, я бы сама его носила. Аромат номер три. Ой, слушайте, это, ой, боже, как хорошо, как красиво, как прекрасно. Я девчонкам с ним снимала распаковку посылочки, когда пришла с почты. И послушала несколько ароматов, и вот там был он. И я тогда уже нанесла его на кожу и говорю, блин, девочки, вот это Аглая Марс просто. Это тоже лаванда. Вот, вот что в прошлом, что здесь, вот она здесь есть. Но это я даже не знаю. Я бы не сказала, что это чисто мужское что-то. Это ниша какая-то. Это какая-то ниша. Потому что здесь очень много специй. И, возможно, кстати, вот так иногда делают орабчину всякую. Может, это орабчонок какой-то. Может быть, это какой-то орабчонок. Но, боже, как это красиво. Это лаванда, и она здесь вот именно в старте. Она такая яркая. И мне кажется, она здесь... Это что-то, наверное, даже связано... Сам аромат, наверное, как-то даже вот в названии что-то, может быть, есть про лаванду. Потому что вот я его проносила просто на коже до затеста, вот до сегодняшнего момента. Сейчас аж не вода. И я прям вот на... Он очень стойкий. Это тоже, скорее всего, шейк. Судя по качеству, у нее линейный есть раскрытие. Слушайте, как хорошо после первой вот этой вот сержанеровской мензурки слушать все остальное. Прям все такое яркое, все такое классное. Сержанеру прям разочаровал, если честно. И он вот эта лаванда, она прям красной нитью сквозь все звучание прослеживается. Поэтому, мне кажется, что-то вот с этим связано. Лаванда, специи. Опять-таки, какая-то почулистая база, благородные породы дерева. Но здесь именно больше вот специй. Почему я и склоняюсь к тому, что, возможно, это какая-то такая вот арабская штучка. Ну, либо это какая-то ниша. Может быть, это какая-то арабская ниша. Слушайте, он так красиво играет. Он даже на бумаге очень классно раскрывается. Может быть, это не шейк. Может быть, даже это что-то покруче, потому что это прям очень классно звучит. Мне очень нравится. В этом аромате есть какой-то такой странный компонент. Я не могу, я затрудняюсь сказать, что это дает. Но это какая-то изюминка. То есть, я не знаю, то ли это пудровость какая-то. Может быть, это какая-то пудровость. Может, это какие-то пудровые цветы. Но это точно не фиалки какие-то. Нет. Я не знаю, что это такое. Такая холодная-холодная. Очень натуралистичная, как будто бы пудровость. Слушайте, это очень красиво. Я... Слушайте, ну, если это какой-нибудь шейк, я его, наверное, закажу. Я уже столько заказывала по Юлиным вот слепым затестам, что она мне присылает. Прям нахожу жемчужины реально в этом. Потому что, когда ищешь какую-то вот бюджетку или аналог, читаешь описание, особенно вот если копнешь в отзывы, вот потом получаешь это, и вообще у тебя совсем другое ощущение от аромата. То есть, да, здесь такая хорошая возможность, что можно познакомиться. Блин, он очень красив в остатке, этот аромат. Вообще, это какой-то шедевр, это какое-то открытие для меня. Я не знаю, как я прошла мимо него. Может быть, скорее всего, может быть, я, знаете, почему могла пройти мимо? Ну, потому что он, наверное, все-таки помечен как мужской, и я ходила мимо. Потому что, ну, если это какой-то араб, ну, я бы, наверное, знала о его существовании или искать нишевая штучка, я бы, наверное, приобрела его давно, потому что, ну, это прям очень круто. Слушайте, что-то здесь такое знакомое есть? Вот сижу, сижу, слушаю, слушаю. Я не могу вспомнить. Что-то такое знакомое, какая-то специя. Какая-то знакомая специя. И он, кстати говоря, с ходом игры, он, знаете, он так утепляется классно. Утепляется не в плане, он не заваниливается ничего, но как-то, знаете, становится более мягким, более... Это 100% араб какой-то, я уверена в этом. Это араб какой-то. Может быть, мужской араб. Но вот им характерно вот такое вот поведение. Он как-то затепляется, скругляется. У него такой был резкий фужерно-лавандовый старт, и потом он как-то весь так, как-то причесывается. И, блин, это кардамон, наверное. Мне кажется, это кардамон какой-нибудь. Такая красивая специя. Она просто в последнее время очень много мне где встречалась. Вот в Маринином слепом затесте был кардамон несколько раз. Блин, ну если это кардамон, это круто. Мне кажется, он здесь есть. Давайте посмотрим. Мне, знаете, вот интересно, именно мужской ли он, или это какая-то ниша. Ну, это не люкс-то 100%, конечно. Так. Какой люкс-люкс? Ну, люкс. Ну, может быть, это какой-то мужской люкс. Типа вот как был трус. Ну, на люкс не похоже на люкс. Шейк. 497. Аджмал. Амбар Вуд. Ну, блин, да. Да, Аджмал. О чем и речь. Ребята, старт лаванды, специи, белый перец, кардамон, яблоко. Блин, узнала ведь я этот кардамон. Ну, ведь узнала же я его. Слушайте, а Амбар Вуд, это что у нас вообще? Это мужская песня или это унисекс? Вот это вот я не знаю. Ну, очень красиво. Прям, ну, прям очень красиво. Классно. Сердце. Кедр, фиалка. Блин, а я сказала, что скорее всего не фиалка. Да, оно запудривается как-то. Ну, слушайте, ну чувствуется. Ну, знаете, вот тоже вот. Я сейчас не оправдываюсь, но, понимаете, как? Вот фиалка то же самое, она везде разная. То есть она в люксе может быть как-то звучать так. В какой-нибудь, не знаю, в нишевой истории. Вот так. В какой-нибудь арабщине. Вообще по-другому. Но то, что здесь есть какая-то пудровость, это я могу сказать совершенно точно. Блин, как он красиво сидит вот туда вот к оконцовке. Это вообще база здесь амбры и пачули. Я не услышала никакую амбру, честно сказать. Я не услышала. Я ее вообще как-то по-другому себе представляю. Вообще амбра. Я вчера читала очень интересную статью в интернете по поводу амбры. По поводу амбры в советской парфюмерии. По поводу амбры в ниши, в люксе. По поводу того, что есть же синтетическая амбра, есть натуральная, животная амбра. И они, как они по-разному звучат. И как вообще амбра в принципе по-разному звучит. И как она по-разному звучит в зависимости от компоновки пирамиды. И, в общем-то, это такая, знаете, сложная история. Но здесь я бы не сказала. Ну, если... Ну, вот вы понимаете. Вот, возможно, я спутала здесь амбру с обилием специй. Но здесь же вот написано лаванда, специи и какие. Вот какие. Из указанных только белый перец и кардамон. Ну, как бы, да? Яблоко дает этому какое-то освежение. Но как такового яблока, вот чтобы это вот яблоко. Вот, ну, сказать не могу, да? Просто какое-то дает освежение. Кедр, фиалка. Слушайте, роскошное сердце. У этого аромата роскошное сердце. И вот у дак ближе к базе он совсем успокаивается. Почули не похоронно-погребальные. Роскошные, красивые, мягкие. Такие, ммм... Вообще, ну, это просто... Просто звезда за тест. Это серьезно. Я не знаю, сможет ли что-то переплюнуть за тест этот аромат. Но я могу сказать совершенно точно, что я его хочу. И я могу сказать совершенно точно, что... Это будет потрясно звучать на женщине. Не знаю, это очень красиво. Но, опять-таки, вы учитываете, что я, в принципе, такая унисексовая душа в парфюмерии. Я люблю, в принципе, такие профили. Я не люблю слишком... Я не люблю гурманику, за очень редким исключением. То есть, я такая вот... Я люблю такие штучки, и я схожу с ума, когда женщины так пахнут. Поэтому мне, мне прямо в самое сердце. Четвертый экземпляр. Это роза. Это роза. И причем она такая помадная. Вообще не... Ну, вот, вы знаете, не сказала бы, что роза единой. Очень странная здесь роза. Такая помадная роза в специях. Слушайте, давайте еще... Интересный очень аромат. Какой-то он такой странненький. Очень странненький. Сейчас посмотрим, как себя будет... Слушайте, я на кожу даже хочу. Сейчас посмотрим, как себя поведет. Очень яркий. Очень яркий. Очень такой, знаете, многообещающий аромат. Слушайте, прикольный, прикольный, прикольный. У него такой, знаете, такой фруктовый старт, но фрукты здесь какие-то очень кислые. Это какие-то кислые... Кислые какие-то опять яблоки, что ли. Мне кажется, какие-то... Какие-то кислые яблоки. Может быть, какие-то ягоды даже. Но опять-таки, ягоды очень кислые. И знаете, такая даже ассоциация небольшая. Какая-то, что ли, как будто черноплодная рябина. То есть, вот такие ягоды, они настолько кислые, что они даже вяжут рот. То есть, это вот какая-то такая вот песня. Что-то очень кислое. Возможно, какие-то цитрусы. Но опять-таки, цитрусы на уровне того, что вот они вяжут рот. То есть, какие-то цедры, вот что-то такое. Такой кислый старт, и все это, ну, хочется сказать, как будто опудрено, что ли. Это какая-то... Я бы даже не сказала, что это роза. Это просто какая-то такая помадная история. То ли пудровая, то ли помадная. Я даже не знаю. Это какая-то пудровая помадная роза. Ну, вот прямо, знаете, вот со старта вот чувствуются эти какие-то кислые-кислые такие вот фрукты. И какая-то прям розовая помада. Помадная роза. Или пудра розовая. Ну, розовая сто процентов. Что-то даже такое с налетом ретро, как будто. Но не звучит как ретро. Просто что-то такая, знаете, такая какая-то карикатура, что ли, как будто на ретро. Интересная штука. Ниша какая-то. Ну, это ниша какая-то. Даже фриковатая немножко, как будто бы. Базу вообще не понимаю, что там в базе может быть. Ну, вообще, по-моему, мне кажется, что мускусная вот такая вот база. Какая-то мускусная такая, мускусная подложка. Но мускус такой синтетика галимая вообще. Вот знаете, вот у Марины в затесте был аромат Ариш Ариш Атар Коллекшн. И там такой классный был мускус. Такой прям он Атаровский мускус. Такой телесный, такой классный. Такой прям очень женский мускус. Здесь эта синтетика. Ну, просто я не знаю, что это еще может быть. Вообще, аромат классный. Слушайте, мне кажется, он многим... Он такой кичеватый, на самом деле. Мне кажется, он многим понравится. За счет того, что здесь прикольная такая... Это вокруг розы точно как бы пляска. Какой-то будуар. Вот что-то такое. Какая-то вот карикатура. Какая-то классная такая чуть фриковатая история. Что-то очень, очень как будто бы вычурное. Вот такая у меня историк. Это такая как будто бы помадная роза типа ретро. Но все это не скатывается в это. В это ретро чем-то это все сдерживается. И просто за счет этого классно, интересно звучит. Это нишевая точно песня. Люкс бы так не стали делать. Люкс бы сделали более понятным, более доходчивым. Здесь это что-то такое вот. Здесь поиграли с этими штучками, с настройками. Поиграли, интересно. Давайте глянем, что это такое. Само очень интересно. Потому что реально такая вот приколдесная, приколдесная история. Слушайте, так это манталь, друзья. Это шейк. Это номер 373. Это стерри найт манталь. Манталь, да? Верхние ноты. Лимон, бергамот, яблоко. Ну вот, я не знаю. Ну, слушайте, ну... А я сказала яблоко. Ну, какая-то кислятина здесь. Прям кислятина в старте. Лимон, бергамот, яблоко. Средние ноты роза. Ну, здесь как бы ее не могло не быть. Роза, жасмин, почули. Ну, допустим, да? База, амбра, белый мускус, пудровые ноты. Вот какая-то... Блин, роза, 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 роза. Это для тех, кто розу любит, ребят. Вот здесь не надо обращать внимание на жасмин, на вот это, на какой-то там амбру. Здесь на розу обращайте внимание. Это чисто вот вокруг розы крутится вот эта пластинка, да? Пудровые ноты. Белый мускус. Ну, какой-то мускус такой, я не знаю. Слушайте, это мантальский такой мускус. Он придушает немножко. Знаете, есть такие мускусы вот в Атарах. Прикольно. В этом, в мускусе Атаровском. Он такой, он другой, понимаете? Он какой-то такой более телесный какой-то. Такая телесно-ориентированная терапия, да? То здесь, то здесь он такой прям... Вот такая синтетика. Это, наверное, может быть и не синтетика, но вот подобный мускус есть в сериях Терензи, да? Мне тут, кстати, поправили. Причем так смешно поправили. Не Терензи, а Терензи, друзья мои. Ну, вы бы хоть не позорились бы, хоть открыли бы, ну, интернет на ходу и конец, да? Прежде чем меня поправлять. Так вот, что-то вот в сериях Терензи есть подобное, да? Вот в какой-нибудь, в каком-нибудь скирке есть подобное. Такой мускус, но опять-таки все это немножко по-разному воспринимают. Я вот это воспринимаю для меня как синтетика, да? Но это вокруг розы штучка и приятная достаточно. В шейке классно. Вот здесь я могу сказать точно, очень классно в шейке. Вот этот и третий номер прям супер. Вот эти два аромата прям. Хотя, ну, вот я розу не люблю, но здесь она какая-то вот странненькая. Вот если вы ищете что-то прикольное с розой, что-то не из серии каких-нибудь роз Труссарди Деликейт, где как бы это все вот постольку, поскольку это роза, да? Не какие-то Клои истории, а что-то такое. С подковыркой попробуйте в шейке. Прикольно, прикольно. Пятый аромат. Пятый прям такой, знаете, тоже шейк, наверное, потому что прям такой диффузный. Он прям диффузный, его много. Такой, он мне очень нравится. Он мне очень нравится. Вы знаете, он с первого взгляда очень похож на какие-то ароматы окружения Линтерди Жванши, какого-нибудь Майвэй Армании. Вот что-то такое. Здесь какие-то есть такие вот туберозные отголоски. Но сказать, что это, допустим, какая-то жирная тубероза, я не могу. Какая-то в этом есть виноградность, как будто бы вот эта вот линтердивская такая. Слушайте, какой он классный. Он такой, это такой позитивный аромат. Какой он красивый вообще. Сколько тут всего намешано в нем. Здесь сто процентов есть цитрусовые какие-то цветы, мне кажется. Вот я просто их очень люблю. Ну, какие-нибудь, какие-нибудь нералишки, мне кажется. Вообще очень много цветов. Вы знаете, этот аромат, он такой, с одной стороны, сладкий, но эту сладость дают, мне кажется, не фрукты. Если это фрукты, что это может быть? Прямо он, слушайте, он такой прям, он прям такой, водички попью. Он такой прям, слушайте, он такой диффузный, его так много. Он прям, он все прям заполоняет. Что ж это может быть-то? Это могут быть какие-нибудь, может быть, персики. Такие сладкие ароматы. Прям, девочки, крутой. Мандарин какой-то, что ли. Знаете, вот что-то вот... Мандарин какой-то, что ли. Какой-то мандарин, что ли. Флюрда, или, может, и так Флюрда раньше играет какой-нибудь, или какой-нибудь Нирали. Нирали 100%. Вот цитрусовые цветы, прям вот эта терпкость цитрусовых цветов. Белые цитрусовые какие-то цветы. Очень красиво. Такая, может быть, да... Блин, какой он классный. И он нелинейный. И он нелинейный. И он так мне что-то напоминает. Но это не линтерди. Линтерди не такой линтерди. В линтерди нет вот этой вот какой-то белоцветочно-цитрусовой терпкости, что ли. Здесь цитрусы есть. Сто процентов. И очень много всего. И как будто бы... Слушайте, прям сложно. Я даже не знаю. Так много в нем всего. Мне кажется, у меня от него голова даже немножко начала болеть. Потому что он прям такой... Я не скажу, что это аромат головной боли. Нет. Но просто там всего так много. Это что-то такое очень-очень, где очень много всего. Но звучит классно. Слушайте, он очень многим зайдет, мне кажется, женщинам. Это вот такой аромат. Мне что-то очень сильно напоминает. Но вот я почему-то все склонялась к условным линтерди и же с ним. Да, вот что-то. Но сейчас вот я понимаю, что нет. Вот сейчас, когда он начал расходиться, это вообще не линтерди. Это вообще не та песня. Просто, может быть, там какая-то есть... Может, там какая-нибудь есть туберозина где-нибудь на галерках сознания. Ну, может быть, вот это как-то, да, меня туда отсылает. Фиг его знает. Это не аромат головной боли. Просто он очень-очень-очень-очень-очень богатый. Давайте посмотрим. Я уже даже не знаю. Я буду здесь сейчас сутками просто сидеть. Пятый номер. Что это вообще такое? Так это никакой не шейк, ребята. Это Гайя Ларри. Арома Ларри. А что это? Начальная нота. Лимон, бергамот, мандарин, слива, персик. А, ну вот, мандарин, мандарин. И персик, блин, девчонки. И мандарин, и персик. Реально, все так и есть. Ноты сердца флердоранж, жасмин. Ну, белые цветы роза, фиалка, ландыш, имбирь. Не, вообще не поняла ни розу, ни лану. Ноты шлейфа, кедр, сандал, амбра, ваниль. Семейство фруктовые, цветочные, восточные. Ну, теплая подложка. Не помню, сказала я, что там такая теплая подложка, как около ванильная. Блин, классный. Девчонки, это бюджетка. Если это гайлари, это бюджетка, прям бюджетка. И там будет прикольный, скорее всего, флакон. Можно попробовать, реально. Мне кажется, он многим зайдет. Он прям классный, он диффузный такой. Это вот, да, это про терпкие. Вот вы поймите правильно, терпкие не в плане с индольностью, не ретро цветы. Просто они такие вот, не белые цветы, как, например, даже не знаю, с чем сравнить. Просто они такие вот, они оттенены мандарином. Вот это что-то такое. Есть в них что-то. Какая-то как будто даже ностальгия почему-то. Но очень классный, прям очень классный. Очень понравился. Что-то мне прям жарко стало от этих свечей. Или от того, что все-все-все так активно слушается. Не знаю, это аромат номер шесть. Если вы слышите эти звуки, то просто знайте, что это мой муж отбивает мясо. Ну что тут сделаешь, девочки, жизнь? Слушайте, это какая-то... Это такая, вот знаете, это ретро пудра какая-то. Вот даже, нет, ну не ретро, это не шанелевщина, это не какая-то... Что ж это такое? Вот прям оно сидит у меня. Что ж это такое? Что ж это такое? Что это такое? Это что-то моё, это что-то из моего, это что-то из моего. Это что-то из моего. Очень много красивых цветов. Очень много... Какие-то зелёные стебли, белые цветы. Здесь белые цветы. Такое вот очень весеннее звучание, такое благоухание, такое натуралистичное. При этом в этом есть какая-то уходовость, какая-то пудровость, очень нежная, мускусная подложка. Что же это такое? Что же это такое? Это чарути. Это чарути, это чарути, это чарути на кожу. Это чарути 1881. Это аромат моей свекрови. Это аромат моей свекрови. Это он. Я уверена в этом на 100%. это это аромат который дарил муж моей свекрови много лет это он это он это он да это этого аромата у меня нет на его носила очень хорошо мальчиков да да я даже дам не в сумочку пусть она бросит она очень любит этот это черуте очень классно это очень похоже это очень похоже это быть единственное что чарути как сказать натуральной величине он более этот такой сушить он такой здесь нежный мне кажется чарути в оригинале не такой нежный он такой позлее чуть чуть позлее по концентрирование понасыщенней этот такой понежнее слушайте вот те кто хочет чарути познакомиться вот с этим 8 как 1881 называть как он называется но может быть у вас он был и для вас он такой злой немножечко такой немножко может ретрит вот возьмите вот это шейк скорее всего сейчас посмотрим давайте посмотрим короче таших скорее всего давайте посмотрим кажется это шейк учу это еще может быть что юля обычно шейки выписывает очень много шейк шейк до 1881 короче если боитесь вот этого вот в оригинале чарути в шейке берите очень нежный здесь. Верхние ноты ирис, мимоза, белая фрезия, фиалка, ландыш, жасмин, роза, бергамот. Смотрите, сколько цветов здесь. Сердце, туберозы, кориандр. Вот здесь я кориандр вообще не слышу. Девочки, какой он в шейке. Это классный. Ё-моё. Он прям классный в шейке. Это не жнятина. Это не жнятина. Вот даже взять вот этот Гайя Ларри, который мы сейчас с вами слушали. Вот этот Гайя Ларри, он и то не такой нежный, как этот Чирути в шейке. Гайя Ларри прям крутой. Девочки, какой он крутой. Вообще, я даже не ожидала. Я вообще с Гайей Ларри не очень-то хорошо знакома. Но вот этот прям песня. Какой он классный вообще. Прям классный вообще. Прям аж мурашки от него. Прям прошибает. Нежнятина вообще полная. Чирути в шейке. Значит, сердце, туберозы, кориандр, ромашка, ирис, жасмин, гальбан, ампельсиновый цвет, розовое дерево, нарцисс, герань. Посмотрите, сколько всего. Огромная пирамида. И база белый кедр, амбра, сандал, ваниль, мускус. Крутой, девочки. Вот, да. Он узнаваем, конечно, узнаваем. Это не другой аромат. Он узнаваем. Он просто нежнее. Он просто воздушнее в шейке. И вот, слушайте, он не ретроит вообще. То есть, понимаете, вот я почему сказала какая-то ретро пудра, потому что я знаю этот аромат. Он у меня сидел на подкорке моего сознания. Я понимала, что это как бы вот... Я уже знала, что это. Мне просто надо было мозгами до этого докрутить. Но он не звучит ретро. Он не звучит ретро. Он звучит как очень нежная, свежая, классная пудра с красивыми цветами. Это на весну будет просто бомба, девчата. Он крутой. Вот здесь вот как бы я... Ну, здесь нечего сказать. Он классный. Хотя, конечно, я знаю, что есть девчонки, кто носит, допустим, да, оригиналы, вот ароматы молодости своей, допустим, да, или ароматы молодости своей мамы, допустим, такие вот как чарути, такие вот мастодонты, они прям жестко, ревниво относятся, когда какие-нибудь шейки делают. Здесь да. Но если вы хотите просто пощупать это или щупали когда-то, я вот повторюсь, вам показалось, что что-то как-то слишком, в шейке будет классно. Вообще без проблем. Так. Седьмой номер. Знаете, вот с другой стороны мне иногда вот пишут девчонки, вот я рассказываю про какие-то шейки, вообще про какую-то парфюмерию. Девчонки. И говорю, что там лайтово, там, да, допустим, нежнятина. Мне вот редко, но приходит коммент такой, что вообще какая-то душегубка. Ну, настолько разные у людей носы, наверное, я не знаю. Я уж как могу стараюсь быть объективной, всегда понимаю, что как бы, ну, носы реально у всех разные. Но иногда вот такой коммент прилетит на условный Эклядер Пэш, что это душегубка. Какая душа. А что тогда нет душегубка? Я не знаю. Так, аромат номер семь. Блин, ну вот это, вот это, вот это. Слушайте, вот давайте Гайлари возьмем. Гайлари, это пятый у нас был. Вот он, Гайлари, который я хотела поначалу назвать Лентардишкой. Это Лентардишка. Это Лентардишка. Сто процентов. Вот это Лентардишка. Похожи ли они? Вот есть что-то. Есть что-то, но Гайлари интереснее. Слушайте, у меня просто уже вот на эту Лентардишку замылился. Да не то, чтобы замылился нос, она мне узнаваема. Все, но она мне так надоела, если честно. Я не знаю, почему. Я не знаю. То ли потому, что девчата в затестах что-то похожее периодически присылают на эту Лентардишку. И потом она такая растиражированная. Ее везде так много вокруг. И ароматы похожие на эту Лентардишку. Мы говорим про Лентарди Живанши. Да, кто не понял? Так много вот похожего на нее в люксе, что она уже вот прям вот уже вот вот уже вот прям вот нараела, если честно. Вот Гайлари прям интереснее. Даже не буду гадать, это Лентарди. Так, сейчас, где у меня ответы? Даже гадать не буду, это сто процентов Лентарди. Давайте посмотрим. Блин, ну вот, девочки, ну вот, ну вот, блин, ну Гайлари интереснее. Вот прям реально открытие затеста Гайлари в плане того, что это бюджетная бюджетка, но это реально прилично звучит. Ну я же говорю, шейк это. Шейк 348 Живанши Лентарди, Оде Парфам, между прочим. Оде Парфам, между прочим. Не туалетка. Бергамот, груша, тубероза, апельсиновый цветок, жасмин, пачули, амбра, ваниль, ветивер. Ну вот тут, вот видите, ну вот тут, вот, вот тут либо Лентарди, либо не Лентарди. Вот тут хоть зачитайся этой пирамидой. Я даже не вычленяла из нее ничего, потому что она настолько узнаваема. Но это вот эта виноградная тубероза. Не знаю, не знаю, вот у меня все время вот Лентарди, вот эта виноградная тубероза. Она и в Гайлари есть. Она в Амор, а Ларе есть тоже вот эта вот штука. Ну вообще кайф, 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 кайф это и другое. Ну мне, честно сказать, уже вот эта Лентарди, уже она у меня в печенках, если честно. Не знаю, как вам. Но она, в лице валится, но она многими любимая. Это реально очень классный аромат. Живанши молодцы, они прям хит сделали. Потому что даже люкс пытается что-то делать якобы свое, но по большому счету это все вот около Лентарди, вот так вот крутится. Помните Блю Марин? Настюша присылала слепой затез, там был какой-то аромат Блю Марин. И я прям сразу говорю, ну Лентарди же, елки-палки, Лентарди. Открываю Блю Марин. Я еще такая присылаю, ну может я перепутала, может я перепутала блотер или что-то вот, не блотер, а фиолку. Может быть я не тот ответ взяла. Нет, это реально Блю Марин. Захожу на фрагу в первых похожих. То есть вот так вот. Вот такая вот легенда люкса. Что тут скажешь? Ну что, финишная прямая. Девчонки, я сегодня старалась не растекаться мыслью по древу, потому что я понимаю, что ароматов еще очень-очень много. И вообще я смотрю по статистике, что большие ролики вы не очень хорошо смотрите. Просто я очень люблю поболтать. Я очень люблю, знаете, по 15 минут, а то и по 20 про один аромат рассказывать. Но надо учиться все-таки как-то более лаконично это делать. Но вместе с тем я стараюсь, чтобы это было максимально содержательно. Вот, чтобы вы все понимали, да? Это Кулвота, Давыдов. Но он такой, слушайте. Ну мне Юля присылала Кулвота в Аскании. Я потом его купила, заказала себе Кулвота в Аскании. Мне кажется, Кулвота... Слушайте, ну может быть, это Кулвота... Вряд ли Юля мне пришлет опять то же самое, потому что Кулвота в Аскании она мне уже присылала. Возможно, это Кулвота в шейке. Но потому что в Аскании он немножко другой. Узнаваемо все здесь. Это сладкая акватика. Это нулевые, просто вывернутые вообще на полную катушку. Слушайте, может, это реально Кулвота в шейке, но просто вот в Аскании он намного прозрачнее и как-то деликатнее. Этот прям бьет по голове. Он такой яркий. Слушайте, он такой яркий. Он такой прям... Я даже не знаю, так, где у меня эта фиолка. Он прям жестит конкретно. Давайте на коже его еще нанесем, попробуем. Он прям... Ой! Слушайте, неужели это в шейке так сделали? И мята какая-то в нем есть. Прям... Слушайте, вот в Аскании этой мяты не было. Это что-то такое... Прям много его. Ой! Может, это не агара какая-нибудь? Это может быть и не агара, кстати. Потому что у моей мамы не агара есть, и она пьет уже не как третий флакон этой не агары. Ей папа как-то однажды подарил эту не агару все. Это может быть не агара, да. Ну, потому что, я не знаю, может быть, это какая-нибудь шейковская песня. Потому что, повторюсь, Юля любит шейки. И она мне обычно шейки присылает. Но просто... Ну, просто вот как бы в Аскании вообще по-другому звучит. Ну, на мою память я покупала эту Асканию. Я ее мамочке потом подарила. Вот. Потому что вот у нее есть это не агара, и мне кажется, это не агара. Потому что вот не агара, она прям ерчит. Она прям ерчит. У нее прям все вот эти вот углы, но они прям вычурные такие очень. Давайте посмотрим. Не, ну, если это не агара, это будет вообще просто... Это будет просто тогда... Звездный час. Ну, давай. Ну, давай. Блин, это не агара, девчонки! Это не агара! О, весь дом сейчас слышал мой ор. Это не агара, это Джейнси. Джейнси не агара. Юля так пишет уже второй раз по рекомендации блогера. И такой этот смайлик лоу. Ну, класс! Морские ноты, лайн, бергамот, арбуз. Ну, это сладкая акватика. Середина иланг-иланг, жасмин, роза и персик. Базовые ноты, мускус и кедр. Блин! Ну, слушайте, ну, давайте так. Просто вот я говорю, в не агаре там прям... Она прям ерчит конкретно. Если вам нравится... Если вам нравится кулвота, в принципе, нравится акватика такого направления, просто берите, вот берите не агару. У нее классный такой флакон с золотой крышкой. Флакон хорошего стекла. Цена классная. Ну, не знаю, как сейчас, но раньше не агара была подарочная по цене. Ну, сейчас, сейчас, может быть, она рублей 500 стоит. Но там классный флакон. Он такой из матового стекла. Ну, вы здесь уже все видели. Здесь или здесь где-нибудь, да? Классная, 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 классная. Мне даже, знаете, кажется, что кулвота, она как будто бы даже чуть послаще. Вот в не агаре как будто бы есть какая-то нотка морской свежести, которой нет в кулвоте. И которой, кстати, нет в Аскане. Вот здесь есть какая-то нотка. Понятно, там и сладкие, и акватические фрукты, и мускус, там вот это все. Вот это что там вообще? Что там? А что там в этой самой... в не агаре, да? А, ну такая морские ноты, вот же, вставьте-то, они и есть, эти морские ноты. Что я придумываю-то? Морские ноты, вот они и есть тут. Потому что в... Я уж, я, конечно, могу, я могу, конечно, чудовищно заблуждаться, как обычно, да? Но мне кажется, что в кулвоте морских нот нет. Что там как-то все немножко иначе, а в не агаре они прям читаются. В этом даже мускулинность какая-то есть. Мне этим нравится в не агаре. Я же говорю, я унисексовая душа. Мне вот в кулвота, у мамы был кулвота когда-то в оригинале. И вот вообще в этих всех репликах не хватает вот этой мускулинности, какая есть не агаре. Мне даже не агаре нравится, между прочим. Она кайфовая. У меня есть видео про бюджетку. Я там рассказываю про не агаре. Она классная. Она такая фриковатая немножко. Она настолько не в современном ключе вообще. То есть она такая вот... Вот просто вот так вот... Принимайте меня такой, какая я есть. Я не буду меняться. Я вот на свою нишу, я на свою аудиторию. Меня либо обожают, либо меня ненавидят. К не агаре равнодушных нет вообще. Если вы не пробовали не агару, девочки, берите. Берите, берите, берите. Она классная. Она классная особенно вот на такой момент, когда после душа, особенно вот утренний туалет, утренний душ супер. Когда дела, неважно, домашние, либо на работу, вот что-то такое, она прям заряжает. Она не сильно долго сидит, но она классная. Но она и не слетает за 30 минут. То есть это такая вот... Ну, штучка. Джейнти вообще нормальные ароматы делают. Ну, прикольно. Друзья мои, вот такой слепой затест. Я надеюсь... Слушайте, я смотрю 56 минут. Как я не старалась просто, не знаю, сокращаться. Ну, я не могу, вы понимаете? Я опять наснимала на час. Ну, я, наверное, намонтирую, потому что я здесь еще слушала, сидела ароматы. Потому что я же это все вырезаю. Чтоб вы не сидели, не смотрели, как я. Пытаюсь понять вообще, о чем это. Поэтому, скорее всего, видео получится короче. Мне очень понравилось. Огромное спасибо Юле. Впереди еще столько всего интересного. Девчонки, ждите. Потому что вот разбирала комментарии. Я не успеваю, к сожалению, сейчас отвечать толком на комментарии. Но я обязательно выделю время. Каждому отвечу. Я просто вижу, что приходят комментарии Лиды, когда бюджетка? Лидия, когда шейки? Когда бюджетка? Ребята, все для вас. Наслаждайтесь. Ну, а я вас целую, обнимаю. Заходите в Телеграм на Огонек, девчонки. Почему вы еще не присоединились? Мне кажется, Ютубу осталось недолго. И если эта площадка как-то закроется или что-то еще, или я не смогу здесь выкладывать какой-то контент, я буду только в Телеграме, скорее всего. Поэтому переходите туда уже сейчас, подписывайтесь, и будем с вами всегда на связи. Целую вас, обнимаю. О теплой вам осени. Пока-пока.